Здарова, дружище, меня зовут Сашка, и сегодня у нас битва замков, и знаешь, только сейчас добрался записать видос, к сожалению, вот добрался до монитора, компьютера, микрофона, и выложу его ближе, наверное, к ночи, к вечеру, извиняюсь, но, возможно, когда это видео будет всё-таки выложено, начнётся какой-либо стрим, правда, не решил по какой игре, может быть битва замков, может быть что-нибудь другое, но в любом случае буду рад, если ты заглянешь на огонёк. Но перед этим всем делом, мне хотелось бы спросить, а ты знаешь, где самые высокие коэффициенты, где самые большие выплаты, а? Правильно, блядь, нигде, это всё наебалово, заходите на сайт янелох.су и... Вот такие вот дела, короче, шутка, шутка, не очкуйте, ребятушки, ну а тема нашего сегодняшнего разговора, это предстоящее обновление. Я не удивлюсь, если уже снято плюс сто пятьсот видосов во всех ракурсах, со всеми там обсуждениями, о, шо, контент и о, 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 супер новость! Ну, я, как обычно, если на что-то и реагирую, реагирую самым последним. Мне похеру. Так, смотри, фишку, и причём я не особо искал, я просто в фейсбуке подписан на страничку, сука, битвы замков, Castle Clash. Я, сука, везде подписан, и в инстаграме, и везде подписан, и да, лайк поставь, а то я заметил, если вас не просить, вы и не ставите, и подпишись. Короче, ёперный ты театр, ну вот, везде подписан, вот, правда, мне это не помогает, но подписан я везде на битву замков. Вот, на фейсбуке, смотрю, такой, хоп, картиночка выскакивает, да, выскакивает картиночка, вот такая вот, да, ребятки, вы уже можете догадаться, шо это такое. Это, это у нас, ёлки-палки, Castle Clash скины. Мы добавили больше скинов на здание, ну, написано на английском языке, я суперпереводчик, вот, сижу сейчас на фейсбуке, читаю, перевожу вам. Мы добавили больше скинов на здание в предстоящем, скажем так, обновлении. Можешь ли ты отгадать, что это за здание? И, чё там, короче, я так понял, судя по надписи, во-первых, они считают аудиторию за полных долбоёбов, Типа тут, понимаешь, ты смотришь на эти здания и, блин, ни за что не можешь догадаться, что же это за здание, что же это за скины? Хм, может быть, это хранилище маны? Нет, было бы слишком просто. Может быть, это тотем? Нет, было бы слишком просто. Может быть, это хранилище золота? Нет, было бы слишком просто. Догадался, это, наверное, башня. Нет, на башню уже скины вышли. Блядь, ну, конечно же, сука, это алтарь героев и непосредственно лагерь. Ну, просто, просто, понимаешь, типа... Ну, это они на полном серьёзе такие, они думают, что там люди с 97... С 97 хромосомами играют в битву замков. У них, знаете, течёт, короче, зелёная такая слюна изо рта. Один глаз смотрит влево, другой вправо. И не потому, что это вот просто такое вот физическое, скажем так, некая неполноценность, а потому что, ну, вот просто такой человек, ну, знаешь, ну, вот настолько вот просто одичало тупой, он сидит такой и реально, блядь, что же это за здание? Сука, что же это за здание? Пойду с друзьями посоветуюсь, выложу в гильдии, это ж не догадаться. Ну, ладно, хватит шуток, мы в сегодняшнем видосе попробуем предугадать вообще, что нам ожидать в следующем обновлении. Знаете, вот я сидел тихо, не выёбывался. Да, бывают такие моменты и как бы особо не высказывался по поводу предстоящих обновлений, потому что я таил в себе надежду на то, что разработчики встали на путь истины, и они возьмут что-то, сделают, скажем так, толковое, понимаешь? Сделают что-то толковое, интересное, прикольное. Я реально надеялся и потому как бы сильно, да, не выкаблучивался в ожидании, чтобы не спугнуть удачу. Я просто после прошлого обновления такой думаю, блин, ну, наверное же, но есть 10-5% шанс, что встанут, встанут на лыжи разработчики и пойдут, пойдут туда, куда надо, вот, а не куда мы их посылаем. И тут выходит вот эта вот херня со скинами зданий, то есть, смотрите. Нужно же искать способы, как заработать бабок. Понимаешь, вот реально, сейчас они походу делают очередное обновление, где будут пытаться заработать бабла. И говорю сразу, да, я не являюсь последней инстанцией, я, возможно, ошибаюсь, я надеюсь реально на то, что я ошибусь. Я очень надеюсь на то, что то, что я сейчас вам скажу, это окажется полнейшим бредом, и потом, когда выйдет обновление, я скажу, блядь, какой я долбоеб, как я ошибался. Вот я реально на это надеюсь. Но сейчас складывается очередной раз ситуация, когда разработчики нам явно показывают, что они просто хотят заработать бабла. Они не собираются брать, к примеру, ну, зайти, зайти в здание гильдии, да, они не собираются пересмотреть систему наград у старых локаций, изменить какие-то старые локации. Они не собираются это вот здесь делать, ну, делать, потому что, ну, как бы, ну, типа, нахера, ну, вот, смотри, типа, как бы, видишь, у меня забытая битва 0. А знаешь, почему? А потому что, нахуй, нахуй мне она сдалась, блядь, потому что у меня 199 тысяч кулаков. Я ленивая тварь. Нахера мне туда вообще идти? И как бы разработчиков это не парит. Они такие думают, ага, так, ну, что-то вроде попокупали эти скины, да, на здание, на ратушу и башне. Ну, тогда будем сейчас фигачить скины, короче, на героев, на здание. Пускай это всё покупается, мы рады, все довольны. Ну, нет же, ну, это же, блядь, бред, ёпта, ну, это же вообще уже просто дебилизм. И потому я предполагаю, что разработчики, что добавят нам в предстоящем обновлении? Во-первых, добавят, как обычно, какого-то героя. Надеюсь, они окончательно не ёбнутся, и всё-таки они добавят героя за самоцветы. И просто, понимаете, я уже ничему не удивлюсь. Есть маленький шанс того, что они будут теперь добавлять героев по типу Розалинды. Прикиньте, каждый герой акционный, которого можно получить только, только благодаря донату. Я не удивлюсь, потому что Розалинда вот это вот, если честно, не пришей кобыле хвост. Вот логику и те вещи, которыми руководствовались разработчики, когда добавляли этого героя за бабосы, я так до сих пор и не понял. Или это у них такой фейл, или резко надо было заработать денег, или они... Возможно, это 1% шанс, но я реально уже ничему не удивлюсь. Может быть, они сейчас вообще в край ёбнутся, вот, и начнут каждого героя делать акционным. Ну, типа, им же похуй, блядь, что там после каждого обновления люди уходят. Им же поебать, да? Вот, им же поебать, что, как бы, блядь, ну, посмотрите, сколько они сейчас ресурсов продают. Ну, им же, блядь, им же поебать, им вообще похуй на всё. Я уже реально не удивлюсь. Ну, конечно, они добавят героя. Мы надеемся, что он будет за самоцветы. А далее, что они ещё сделают? А, наверное, добавят очередной новый талант. Ну, понимаешь, это же очередная возможность по-лёгкому срубить бабла. Им же похуй. Им нужны бабки здесь и сейчас, чем в долгосрочной перспективе. Постоянно, пускай не так много, но постоянно, вот, капают бабло, увеличиваются игроки. Нет, им похуй. Игроки уменьшаются, значит, мы будем выжимать всё до последней капли. Возможно, добавят талант новые. Так, скины уже по-любому будут. Теперь у нас, представьте, каждое новое обновление, они будут добавлять по два скина созданиями. Как у нас это и с героями происходит? Да, я забыл, ребятушки. Добавят нам ещё скинов. То есть, здания скины, потом добавят нам скины героев, добавят героя. По поводу таланта не точно. Это ещё, ребят, я не знаю. Это они ещё, наверное, не решили. Но вполне возможно. 50-50. Просто запоминайте мои слова, потом выйдет обновление. Выйдет обновление, и вы сравните то, что я вам сказал. Далее. Смотри, ещё что. Пару багов они исправят, о которых мы даже и не знали. То есть, они как бы есть. Какой-то глубокой фантазии разработчиков. Мы об этом не знаем, но тем не менее, чтобы, скажем так, в обновлении не было написано только то, что они вводят какую-то хуйню за бабло, они ещё добавят. Мы исправили те-то-те-то баги. Те баги, которые у нас и так есть, которые уже там по два года исправляются, они не исправят. Но, скажем так, исправят несуществующие придуманные баги. Ну, чтобы общий список был хороший. Далее. Поменяют что-нибудь в интерфейсе. Обязательно нужно поменять что-нибудь в интерфейсе. Я не знаю, там, ману местами с золотом поменяют. Или, к примеру, хрен знает, сделают самоцвет другого цвета. Вот этот щит как-нибудь перерисуют. Может быть, в чате что-то там поменяют. Там кнопку гильдия перенесут сюда. В алтаре сделают, не знаю, там, тут какую-нибудь пятую вкладку, сука, там, не знаю, донатные герои. Здесь вместо сердечка ромбик сделают. Ну, короче, сделают самые необходимые изменения в интерфейсе, которые мы ждём уже годами. Понимаете, они сделают всё самое необходимое. Вот самое необходимое. Вот то, о чём мы их просили. Нет, конечно, я вам объяснил, что они сделают с интерфейсом. Далее, что у нас получается? Да, в принципе, вот и всё обновление. Вот примерно такое обновление выпустят. Ну, как бы так. Так вот. И... Хотите верьте, хотите не верьте, но шанс вот, то, что выпустят именно такое обновление, он невероятно велик. Просто невероятно велик. Я, конечно, надеюсь, что будет по-другому. Я надеюсь, что я ошибусь. Я надеюсь, что мы все будем скоро летать просто за счёт силы взмаха наших ушей. Я не знаю, я уже несу откровенный бред, но если серьёзно, ребята, если серьёзно, вот смотри. Вот я беру вот так вот захват экрана, да, и переходим мы непосредственно на фейсбук. И тут вот просто почитать комментарии ребят. На фейсбуке ребятки тоже угорают по полной программе. Так, одно здание будет стоить, типа, один скин будет стоить 50 долларов, другой будет стоить 100 долларов. Типа, это уже дико смешно. Тут уже, ну, просто, понимаешь, как бы, я раньше думал, чё, это мы только на русском сервере выёбываемся. Нет, ребятушки, тут, понимаете, почитайте в фейсбуке, чё, люди пишут, они просто, как бы, уже, ну, this is getting just ridiculous, типа, блядь, come on, вы чё, типа, серьёзно? И у меня такое чувство, что, ну, блядь, ну, не читаю, это вообще комментарии. Идём дальше. Ну, тут чувак слёзно просит, блядь, что его заебало устанавливать обновление, потому что у него не хватает на устройство памяти, ему приходится что-то удалять из телефона, чтобы сделать очередное обновление. Столько способов сделать деньги в этой игре. Вот ещё придумали пару способов. Типа, нам никогда не будет скучно. Тут кто-то на полном серьёзе такой, типа, я отгадал, я отгадал, это Эрми Кэмп и Альта, а, 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 фу ты, блядь, а, блядь, всё, а, а, я уже всё, у меня язык сломался, алтарь это. А вот, а, тут уже что-то фантазируют по поводу нанимаемых юнитов. Юнитов, короче, тут, знаете, почитать тоже можно поржать. Тут кто-то, кстати, предлагает сделать какую-то отдельную мини-игру в битве замков для, скажем так, непосредственно вот этих вот солдатиков, да, там, архангелов, тех персонажей, кого мы можем нанять в лагере. Вот, чтобы мы как-то ими тоже играли хоть в какой-либо отдельной локации. Ну, везде, везде ребятушки офигевают с этого всего дела. И на самом деле это неудивительно. Ждём обновления. Я надеюсь, что всё, что я сказал, это неправда. Всё, что я сказал, это окажется полным бредом. И я тогда счастливый, радостный при обзоре обновления на тайваньском сервере или на русском сервере. Я скажу, бля, ребята, я очень рад признаться, что на самом деле я конкретно ошибался, а разработчики молодцы. И они продолжают делать классные обновления. То есть было обновление там, где добавили кошмарку, вот, восьмую. И что-то вот они продолжили делать. Вот если это будет так, я буду только рад. Но пока что это единственные мысли, которые ко мне приходят. Сначала они ебанулись со скинами на героев. Теперь они ебанутся с этими скинами на здание. Причём, суки, блядь, фишка заключается в том, что у многих игроков уже здания прокачаны на максимум. И нет того, что, блядь, взять и дать этим игрокам. Вот ты прокачал все здания на максимум. Открой им возможность. Не скинами, вот, блядь, покупными скинами. Идите нахуй с этими скинами. Дайте мне возможность вот зайти, блядь, сюда и улучшить это здание на 26 уровень. И его оформление бы поменялось. Это было бы честно. Это было бы правильно. Это было бы заебись. А скины свои, нахуй, засуньте себе, блядь, в жопу. Ну, потому что у меня уже нету, блядь, терпения. Но это, блядь, ёбаная наглость, нахуй. Я люблю эту игру, но это, блядь, просто пиздец. У всех здания прокачаны на максимум. Вместо того, чтобы, вот они, блядь, могут же нарисовать и изменить вид здания. Вместо того, чтобы дать их прокачивать всем игрокам возможность, да? Они их берут, блядь, и продают. Хорошо, вы хотите заработать бабла. Но сделайте, блядь, чтобы, к примеру, на 26 уровень здание качалось, блядь, 3 месяца. А потом продавайте эти молоточки, благодаря которым можно, скажем так, ускорить постройку замка. Ну, заработайте вы с этих, блядь, ёбаных молоточков, ускоряющих постройку. Вы бы даже, может быть, блядь, больше заработали. Понимаешь? Потому что там, чтобы прокачать эти здания на максимум, блядь, стоило бы дороже, чем, к примеру, покупать их скинами. Но, по крайней мере, все игроки себя ощущали бы необманутыми. Они бы понимали, что любой может взять и прокачать. И на 26 уровень какое-то здание прокачивать 3 месяца никому бы не было впадлу, потому что мы уже привыкли к тому, что там ратуша на последний уровень, там, месяц или два прокачивалась. Это было нормально. Но нет, блядь, они этого не сделали, они этого не понимают. Они как-то... Вот у них, понимаете, они топорно. Так, нам надо заработать бабок. Так, а давай продавать какую-то нужную всем хуйню. У них нету, знаешь, какого-то на два шага вперед, на три шага вперед. У них нету этой думки. Если раньше как-то можно было уловить за ними такую вещь, что добавлялась какая-то локация. Под эту локацию потом выходил какой-то герой. Сначала выходил какой-то герой. Мы не понимали, нахуй он нужен, говно. А потом выходила локация. Понимаешь, вот так вот было с Химерой. Она нахуй никому не нужна была. Ну, то есть такая себе была. А потом вышел Ёб-Орхидемон, да, и всё. И Химера стала топовой для Орхидемона. То есть раньше у них был план какой-то наперёд. А сейчас они вот, блядь, сидят и целый месяц таки думают. Так, блядь, что нам начать продавать, блядь, чтобы заработать бабла? Заработать-то бабло можно. Но вы как-то сделайте это хитрее, сделайте это умнее, чтобы это не отталкивало игроков из игры. Ну, хули толку, ну, блядь. Мне даже и донатить нету смысла. Понимаешь, ну, я... Какой смысл мне донатить, если я половину локаций не фармлю? Я, блядь, по факту фармлю там битвы гильдии. Ещё какие-то локации иногда по настроению, да? Место, матский саммит. Остальное мне нету смысла фармить, потому что у меня дохуища кулачков. Блядь, задумайтесь об этом. Типа, что вы хотите, блядь? Ну да, кошмарка, интересно, я её обязательно попытаюсь пройти. А дальше что? Типа, ну да, я буду, блядь, получать не... Сука, я вам сейчас скажу. Не сто... Не 110, блядь, кристаллов героев, а буду получать 115. И это вы говорите человеку, который недавно, блядь, потратил полтора миллиона, блядь, КГшек на то, чтобы допов прокачать. Сука, где ваша логика? Ну, хоть задумайтесь, понимаете? И бездонатным игрокам хуёво, и тем игрокам, игрокам, которые, ну, типа, хотят донатить, но они уже не видят смысла. Многие бойцы, которые постоянно донатили, они перестают донатить. Просто, блядь, вот здесь и сейчас им надо, а не потом и долго. Вот здесь сейчас быстро, вот они хотят заработать бабла, а не потом долго и дохуя. Ну, я не понимаю логики этой. То есть, вот бьются в конвульсиях, вот надо, 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 блядь. А вот задуматься, блядь, на два, на три шага вперёд вам не надо. Сделать что-то более-менее интересное, допускай даже с донатом, но, блядь, чтобы это интересно было всем игрокам. Блядь, покупать тупо скины на здание, блядь, неинтересно, но сделали бы так, чтобы возможность прокачать здание была у всех. А за бабки, за эти, сука, за эти молоточки ускоряли бы, ускоряли бы, ускорялись бы. Отключили бы возможность, это, ускорять, не знаю, блядь, постройку за самоцветы после 25 уровня. Оставили бы возможность ускорять только за счёт молоточков. И продавали бы эти, блядь, молоточки. И никто бы вам слова не сказал, всё справедливо и хорошо. И те могут прокачать, и те. А то, что вы в шаре там подкинете, блядь, один скин здания, блядь, и как бы, ну окей, я там один уровень прокачал, а дальше что? Их качать же нужно дальше, а дальше не качается. Покупай скины. Вы там чё, блядь, в Бравл Старс нахуй переигрались, блядь? В Клэш Рояль вы, блядь, переигрались? Я не понимаю. О, блядь, везде модно скины, блядь, будем продавать скины. Блядь, на продаём скинов. Кокаин, ууу. Ну, ребята, блядь. Я реально фанат игры, я, блядь, хуеву тучу времени отдал на эту игру. Что, блядь, только тут не происходило. И гильдии, блядь, хуеву тучу делали, и сколько бойцов было, и всякое было в этой игре. Ну, сейчас просто, блядь, увольте там нахуй кого-нибудь, а? Ну, наймите, бля, кого-то. Просто, ну, нету слов. Писал, писал огромнейшее, блядь, количество, да, типа, блядь, дохуища пунктов, которые нужно изменить в игре. И они, блядь, не приведут к оттоку денег каких-то, никто не станет меньше донатить, ну, просто измените, ну, переработайте вы, блядь, ебучие награды с локацией. Сделайте, блядь, хоть что-то, кроме, блядь, добавления ебучих скинов. Пиздец, блядь. Всем пока.